Именами золотых медалистов Всемирной летней универсиады 2013 Чуваши назвали мини-погрузчики. Тяжелоатлетки Ольга Зубова и Татьяна Коширина не только расписались на своих железных тезках, но и примерили кресло водителя. Называть трактора именами спортсменов-победителей стала традицией в компании Четра. В прошлом году в честь призеров Олимпийских игр в Лондоне назвали шесть бульдозеров. В этом году пресс-тур начался с экскурсии для журналистов и блогеров по цехам тракторного завода. Затем перешли к торжественной части. Камеры, автографы, аплодисменты. Девушки-спортсменки ведут себя достаточно скромно, но выруливают как профессионалы. Если сравнить с машиной, то это чуть потяжелее, не в управлении, а в движении трясет. Все-таки машина идет, так скажем, получше, чем трактор по дороге. Хотя по дорогам, наверное, на тракторе ездить нужно. Маленькие тракторы весят 2,5 тонны. Их грузоподъемность 800 килограммов. Тяжелоатлеток такими цифрами не удивишь. За неделю тренировок Ольга поднимает около 30 тонн. За один день 8-10 тысяч килограммов. На универсиаде она осилила в сумме 279 кило. И цветы, и подарки. Ну, чтобы трактор с моим именем, это, конечно, четро сделал подарок. Будет где-то мой трактор ездить в каком-то городе, ну, с моим именем. Это очень интересно, мне кажется. И все будут читать эту надпись и думать, ничего себе, ну, есть такой человек. Лучшие результаты Татьяны Кошириной. 151 килограмм первое упражнение, второе – 183. Отдохнуть после универсиады толком не удалось. Все время занимают тренировки, говорит девушка. Именной мини-погрузчик для нее уже второй подопечный. В том году после Олимпийских игр был выпущен трактор в мою честь. Он был намного больше. Сейчас после универсиады, вот как видите, с моей спиной, второй уже. У меня целая коллекция скоро будет, видимо. Трактор Татьяны отправится в Уфу. А другой будет трудиться на благо столицы России. Будет заниматься помощью города Москве в упорке его в содержании, чистоте и порядке. Бирать город Мосводосток. Я тоже долго работаю и упорно работаю. Значит, и как лодку назовешь корабль, так оно и поплывет. Так что, да, в добрых пусть. Бульдозерное шоу впечатлило и журналистов, и гостей, и клиентов предприятия. Эти железные богатыри легким движением могут разбить яйцо в хрустальном бокале, не повредив посуду. И выдавить краску из баллончика с невероятной точностью. Мощными бульдозерами могут управлять даже такие хрупкие девушки на шпильках. Все желающие также могли попробовать себя в качестве тракториста. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Продолжение следует...